Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, Слава Тебе, Царь Вселенный, Бог Богов, Господь Господствующий. Молимся о мероприятии 23 сентября, межконфессиональное, межцерковное, такое общее служение на Хрящатике. Праздник Благодарения, Святая Бодяга. И молимся об этом служении, молимся об этом празднике, чтобы действительно люди, миллионы людей, чтобы действительно сказали Богу спасибо. Пусть из наших сердец сегодняшним этим утром хвала Господу, как фимиам поднимается к престолу славы. Пусть хвала Спасителю нашему поднимается из каждого сердца сегодня. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенный, Аллилуйя, Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, ныне и всегда, всегда, во веки веков, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю. Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, благодарю Тебя, Господь, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе и слава Тебе, Господь. Боже, благодарю Тебя этим утром, Боже святой, Благодарю, Господь, за милость Твою, обновляющуюся в нашей судьбе, в судьбе, в наших судьбах, Боже, за милость Твоей благодать, Господь, который сегодня, Боже, пробудившись от сна, мы просто действительно в этом обновлении сейчас купаемся, в этом обновлении великом, Господь, слава Тебе. И как сказано в Слове Твоем, в Евангелии от Иоанна 14, 6, что Я есть путь истины и жизни, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Тебя, через Иисуса Христа, Боже всемогущий, благословен Ты Царь наш, благословен Господь, Ты действительно единственный путь истины и жизни, Ты путь жизни христианины, Господь, Боже, Ты есть действительно столб и утверждение истины, Ты есть Церковь, собственно, тело Твое, это есть Церковь, и мы часть этого Вселенского, Боже, великого организма, Боже, стройки тысячелетий, этого Третьего Храма, Третьего Храма, который уже на сегодняшний день превзошел Своей славою все, что знало человечество до того. Боже, благословен Ты, Господь, Бог наш, благословен, великий наш, святой и праведный, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, и благословляю моих братьев и сестер, благословляю всех, кто в этот утренний час подключается к молитве, к трансляции, утренней молитвы. Благословляю всех вас по имя Господне. Сегодня мы совершим тоже и хлебопроломление, причастие Евхаристию. Когда есть возможность, то я всегда совершаю это Таинство. Бывает и не раз в день, и не два, и не три даже, но это когда такие, бывают моменты борения, какого-то там такого воинствования, когда призываю кровь Иисуса Христа, Господа, и порой это нужно не просто даже устами призвать, а вкусить. Бог киртов, Аллилуйя, да, слава Господу тоже, да, благословений вам, благословенного дня, хорошего дня вам, да, тоже благословляю. И сегодня пятница, да, сегодня уже, ну, будем так говорить, шестой день творения, да, вспоминается. Сегодня сотворение человека вспоминается, да, и сегодня подготовка к шабату. Сегодня последний день завершающей трудовой недели, так вот, ну, если в библейском, я имею в виду, ну, смысле, звучание, потому что обычно у нас здесь по-другому все, но, как бы, да, слава Богу за Израиль, страна такая уникальная в мире, где, единственная страна в мире, где на государственном уровне Божьи заповеди декларируются здорово. Как говорят, да чтоб я так жил, да чтоб у Сима так жил, и слава Богу, когда Божьи заповеди, они в таком почете, что на государственном уровне, правительственном уровне они провозглашаются. Я понимаю, конечно, что большинство жителей Израиля, подавляющее большинство людей, как правило, вообще не религиозные, но это не значит, что они совсем не верующие. Ну, как еще Достоевский говорил в свое время, что абсолютный атеист это либо абсолютно негодяй, либо абсолютно идиот. А все остальные люди во что-то верят на самом деле. Вот, хоть как-то сбоку припек, но как-то причастны вере. Да, спасибо тебе, Господь, да пусть народы все, и пусть Израиль тоже, Боже, все проживающие в стране Израиля, в земле святой, люди разных национальностей, культур, религий, традиций, пусть познают тебя и того посланного Иисуса Христа, пусть обретут жизнь вечную, Господь Божий, бесконечную, счастливую, пресчастливую, Господь, в тебе. Дар твой во Христе Иисусе, Господе нашим, ибо возмездие за грех – это смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое, Господь, отныне и вовек. Благословен Бог наш, благословен Царь наш, благословен Искупитель наш. Слава тебе и хвала, слава тебе, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благословен Господь. Сегодня вечером планирую шаббат как раз сделать трансляцию, тоже в 6 часов вечера. Вот, поэтому, друзья, тоже молитесь об устройстве. Сегодня я еду после этой трансляции, после этой утренней молитвы, еду в семинарию. Сегодня последний день лекций моих по экклезиологии, учения церкви. Я молюсь за церковь. Эти дни здесь много у меня тем молитв. Именно о церкви Божьей, именно о церкви Нового Завета, церкви Иисуса Христа. Вот, и о сегодняшнем, сейчасшнем пробуждении духовном всех народов. Слава Богу. Вот, и вчера молились. После семинария брат Вячеслав меня, слава Богу, забрал, значит, машины. И мы смогли быть в центре города. Вот, прямо на Днепре. Вот, над Днепром, над Схылами Днепра. Вот, и там и видео записали некоторые, надо еще выложить, еще некоторые. Не все загрузил, еще сегодня ночью загружал. Молюсь и ставлю на загрузку. Молюсь и ставлю на загрузку. И постепенно так вот, как бы, и молишься, и дело делается. И благоставляю каждое это видео. Благоставляю всех слушателей, зрителей этих видео, этого канала. Вот, благоставляю всех подписчиков этого канала. Там уже достаточно, слава Богу, ну, не так, как хотелось бы много, но уже 3,5 тысячи уже есть уже подписчиков. Это хорошо. За всех подписчиков молюсь. Отдельно молюсь за черный список. У меня и сегодня молитва тоже. И, ну, в общем-то, каждый день стараюсь так хоть вскользь, но помолиться. Потому что в социальных сетях, значит, есть те, кого я, значит, как-то заблокировали, как называется это. Ну, то есть, ну, да, вот и выражение есть такое, черный список, да, вот. Вот я поместил там на Фейсбуке, в других социальных сетях. Ну, и на Ютубе тоже некоторых товарищей я так вот помещаю в такой список. Вот. И отдельно за них молюсь. Это мой отдельный, я его называю такой молитвенный список. Такой черный молитвенный список. Именно черный в смысле, но рабочий такой молитвенный список. Вот. Потому что помещаю, у меня там много уже людей, слушайте, уже там добрые сотни. Очень разных людей. Помещаю туда тех, кто хулит Господа. Обычно даже сразу помещаю таких, кто, бывают такие богохульники, но очень редко очень в сети такие появляются, товарищи. Вот. Ну, на моих страницах, по крайней мере. Но с десяток таких уже есть уже. Вот. Откровенных богохульников, которые хулят имя Господне, хулят Иисуса Христа, Духа Святого. И помещаю их в такой список. Вот. Потом те, кто... Ругательства всякие, ругательства нецензурные, это вот брань, проклятие в адрес там мой, там, в адрес там христиан, там, других конфессий. Их тоже помещаю, молюсь за них. Вот. Потом те, кто разжигает вообще межнациональную рознь, таких тоже, к сожалению, немало встречается тоже. И вот на моей странице тоже заходят почему-то такие, ну, как почему, ну, видимо, надо было им зайти тоже и попасть в мой молитвенный список черный такой, рабочий мой молитвенный список. Вот, значит, тоже попали такие товарищи некоторые, у меня в список этот черный в социальных сетях и здесь на ютубе. Вот, значит, и те, кто там, значит, вот такую сектантскую пропаганду производят, то есть вот такая сектантская вера, она межконфессиональная проблема. Это, в принципе, что у нас в православии, что там в католицизме, что в протестантизме. В легкой форме переболеть сектантством это нормально. Это даже как бы так, за место здрасте, это обычное дело. Все этим перебаливают, но главное не оставаться в этом, потому что, когда перебаливает в легкой форме сектантством человек, который, ну, считает только лишь его церковь правильная, только лишь его конфессия вероучения истинная, вот, нигде больше нет этой истины. В легкой форме переболеть этим так, нормально. Как говорится, цепушка высыпала и все. Но, к сожалению, у многих очень братьев, сестер, смотрю, и так вот с разных конфессий, это приобретает очень такой, ну, болезненный, вообще, надзадежный характер. Вот, у очень многих православных христиан это приобретает смертельную даже форму такую. То есть человек уже многими годами уже верующий, казалось бы, ходит в храм, все, но по-прежнему, вот, не терпим к инакомыслию, не терпим к другим верующим других конфессий, динаминаций и считает только лишь благодать у нас и только лишь у нас Господь и все, все, все. Ну, это очень опасно, знаете ли, это поначалу может показаться так, так-сяк, то есть это, как бы, чем-то не опасно. На самом деле, это очень опасная вещь, потому что она может вылезти всегда Богом в жизни человека. И за список этот молитвенный я молюсь, у меня есть отдельное, вот, как раз, молюсь за друзей, в первую очередь, конечно, молюсь и за врагов тоже молюсь, молюсь за всех любящих Господа, но и также молюсь за ненавидящих Господа, молюсь за благоговеющих перед истиной, но молюсь и тех, кто хулит истину, путь истинный. Знаете ли, путь истинный и жизнь – это Сам Иисус Христос. Путь истинный и жизнь наша – это Сам Господь наш, Спаситель Иисус Христос. И вот эти слова как раз я и выделил, в общем-то, как раз для этой трансляции на Ютубе, для трансляции на Ютубе я, в общем-то, картинку каждый раз так выбираю, значит, ну, чтобы, какую же поставить для заглавия. И вот сегодняшняя трансляция вот как раз взял на английском языке, там, мне понравилась она, картинка, как раз «Я есть путь истинной жизни», и там так, так, все, так, чуть-чуть, картинный изображен нам Иисус, как его художник представляет. Вот, и, конечно, сегодня молюсь за церковь, молюсь и за нашу церковь, реформаторскую православную церковь Христа Спасителя, молюсь и за вообще все православие, значит, по списку молитвенному. Молюсь за наших братьев-католиков, значит, Рима-католиков, Гурека-католиков, старокатоликов-разных. Молюсь за, значит, евангельские церкви, протестантские церкви моих братьев-сестер. Вот, последних уже больше 20 лет я большей частью общаюсь как раз с протестантскими верующими и проповедую в протестантской церквях. Слава Богу, это замечательно, потому что действительно рушатся стереотипы, рушатся преграды всевозможные, рушится сектантское вот это мышление в сознании миллионов людей в наши дни. Слава Богу. И слова Христа тоже хочу, значит, еще раз, что я из путь истинной жизни, сам Иисус Христос. И вот слова, значит, 16-16 Матфея, Петра о Христе, обращенные к Иисусу слова. Ты Христос, Сын Бога Живаго. Ты Христос, Сын Бога Живаго. И я вот как раз в эти дни на, значит, лекциях по экклезиологии, я как раз, в общем-то, и доносил эту правду Божью, будем так говорить. Ведь мы, христиане, вот независимо от нашей конфессии, деноминации, мы веруем, от нашей традиции, там, обрядов, как мы крестимся так, там, или так, там, или двумя перстами, там, значит, там, или просто поднимаем руки к небу, или танцуем, или на служении, или на коленях стоим. Разные, 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 разные формы поклонения Господу, Богу всемогущему, но библейские, небиблейские, разные, очень, в христианстве есть. Конечно, желательно, чтобы это были, вот, я всегда так говорю, вот, желательно, чтобы формы поклонения Богу были библейские все-таки, то есть, которые сам Бог раскрывает. Ну, но, однако же, правда, жизнь не такая горькая, что, значит, очень часто в христианстве так, ну, люди хотят по-своему все, как правило. Ну, человек есть человек такой, знаете ли. Но молюсь о том, чтобы люди, которые духовно перерождаются, духовно возрождаются, чтобы они шли действительно, как вот сказано было Иисусом очень красиво, если пребудете в Слове Моем, да, то, ну, истинно Мои ученики. И он дальше сказал, там, 32 стих, 8 глава Иоанна, 8, 8, 32, и познайте истину, он сказал, и истина сделает вас свободными. То есть, действительно, вот, познание истины приносит реальную свободу, слава Богу, реальность свободы, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за все, благодарю тебя, милостивый Бог наш, и царь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, аллилуйя, всегда-всегда, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю, Дух истины. Ты, что везде пребываешь, и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, И ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Боже, за это утро доброе. Благодарю Тебя, Господь, что фемиам поднимается с нашей земли, Господь. Словословие, благоухание этот, фемиам, словословие, молитвы, Господь, к престолу славы. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Аллилуйя. Аминь. Братья, сестры, совершим давайте тоже и хлебопреломление. Светы пишут тоже, шалом, благоставляю Вас тоже, слава Господу, благоставляю и Ваш дом. Аллилуйя. Всех братьев, сестер, шалом, мир всем, Господне, Божий, Святой мир. Аллилуйя. Спасибо, Господу, за все. И давайте, братья, совершим при части хлебопреломление. Сегодня у меня, я всю неделю растягиваю халу, значит, остатки халы использую вот в таком хлебопреломлении. Вот, значит, но возьмите хлеба, возьмите, налейте себе соку, значит, если нету, просто воды налейте даже, я рекомендую обычно. Вот, я так иногда сам делаю тоже, нету сока, значит, просто, вот сейчас, кстати, к Шабату нам тут тоже будет купить соку еще, сегодня закупиться тоже и, да. И, значит, а празднуем Шабат сегодня, пятница, сегодня пятница, и вот вечером пятницу, как обычно, вот, будем встречать седьмой день уже, Господний день, и благодарить Бога за все, входить в Шабат. Сегодня вечером еще планирую, а, шесть вечера может не получиться, потому что еще планирую здесь вот неподалеку, на Жмаченко, вот, возле станции метро Дармица, Жмаченко 20. Кто вечером будет, если приходите, там 6.30, там уже начало. Ну, в принципе, можно и к Семиной прийти, думаю, думаю, успею. Значит, можно и к Семине, думаю, да. Там будет служение киевской еврейской мессианской общины, потому что в субботу не будет служения у них здесь, а будет прямо вот, ну, в парке. Реклама, значит, видели все, наверное, уже, да, празднество такое, еврейский праздник будет. Ну, это как раз канун Нового года, получается, да, перед Новым годом решили сделать вот такой фестиваль, такой в центре города. Вот, слава Богу, тоже планирую быть в субботу, там у них Господь да благословит. Поэтому в 6 вечера подключайтесь, но это будет короткое, получается, ну, я сделаю короткое, так получается, может, полчаса, может, меньше даже. Вот, значит, ну, со своей семьей сделаю еще я, перед тем обычно включаемся там по скайпу или как там получится. Вот, тоже шаббат отметим. Ну, а там уже, значит, на Жмаченко, я не знаю, получится, если сделать трансляцию какую-то, получится. Если нет, то я беру с собой камеру, по крайней мере, запишу что-нибудь там, ну, вообще там, это, конечно, красиво. Я думаю, что у них, ой, что я думаю, я уверен, в еврейской мессианской общине киевской трансляции проводятся регулярно, вот, тем более там на Жмаченко у них все там налажено уже. Я думаю, что будет трансляция. Поэтому просто наберите в интернете киевской еврейской мессианской общины и попадаете на их сайт, и там вся информация будет 100%. Поэтому кемо, сокращенно кемо, это мои друзья, мои старые друзья, очень люблю, благоставляю. Все мессианские общины здесь, в Киеве, благоставляю. И сегодня вечером, даст Бог, будет даже и ерей наш, Любовь Давидовна Кушнир, священник, как раз именно мессианского нашего служения, значит, Ханука называется. Вот, у них зимой престольный праздник, как говорится. Вот так вот, друзья. И слава Богу, благоставляю вас. И в причастии в этом самое главное, я хочу об этом снова и снова напомнить, снова и снова сказать об этом хотя бы пару слов. Что в причастии самое главное не качество хлеба или вина, а качество нашей веры, нашего рассуждения, размышления о теле и крови Иисуса Христа. Потому что именно это и есть причастие, тело и кровь Господа Иисуса Христа. Именно рассуждая о теле, рассуждая о крови Иисуса Христа, мы действительно приобщаемся к телу и крови Его, Его таинству. Мы называем это Евхаристией, благодарение, восхваление, таинство, восхваление, благодарение Господа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. И благочестиво, правильно рассуждать, чтобы благословения Божьи не прошли мимо. Чтобы действительно исцеление, воскресение из мертвых, все, очищение, чудес Бог, массу, множество в нас и через нас и вокруг нас желает совершать. И все это в нашем рассуждении о теле и крови нашего Спасителя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Благословен Господь Бог наш, Твоя от Твоих Тебе приносящая, о всех и за вся. Благослови Господь хлеб сей честным телом Христа Твоего, а то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего. Господь, благослови, Боже Всепогущий, Духом Святым это таинство досвершится прямо сейчас. Боже, потому что Ты, Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Аллилуйя. Един Свят. Хотя мы говорим святое святым, но хор поет, и мы поем вместе с ангелами. Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аллилуйя. Аминь. Слава Тебе, Господь. Тело Христово примите, братья и сестры. Источника бессмертия вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. Тело Христово примите. Источника бессмертия вкусите. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, Господь. Благословен Господь, Бог наш. Я благодарю Тебя, что телом ломимым Твоим, Боже, я спасен. Кровью Твоею святою я искуплен, освящен Твоим телом и Твоей кровью. Я навеки прощен, благословлен, освящен. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. спасение через кровь христа спасибо исцеление через кровь христа спасибо аллилуйя 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 великому царю аллилуйя спасибо господь спасибо спасибо боже смогущий благодарю тебя благодарю тебя и благоставляю тебя благоставляю великое имя твое спасение через кровь христа спасение через кровь христа а исцеление через кровь христа Исцеление через кровь Христа Силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасение Спасение через кровь Христа Аллилуйя Благоставляю вас, братья и сестры Всех причастников, причастниц Поздравляю вас с причащением святых христовых тайн Телы крови Его, приобщение тела крови Его И каждый день, непрестанно погружайтесь в это размышление Даже если нет возможности физически совершить причастие Умно его совершайте, умственно Сердечно его совершайте Рассуждая о теле крови Иисуса Христа Боже, благословен ты Царь наш, благословен Господь Потому что причастие совершается в первую очередь здесь и здесь совершается И не важно это с веществом, да, вот сока и хлеба Или же без всякого, без вещественного Аллилуйя Благослови Господь народ своим миром В сегодняшнем дне, Господь Приготовление наше к шабату Благослови завершение рабочего дня Господь Божий В неделе ты благослови Господь Во имя Иисуса Христа Слава тебе Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Господу Благословляю вас Вот и сегодня Сейчас уже Выезжаю в семинарию На занятия Вот Сегодня завершающий день Спасибо всем за поддержку Молитвы Вот о моем служении Господу Вот Финансово Кто участвует в служении моем Тоже благодарю Вас И благословляю Именем Господнем Благодарю Бога За вас Всех Аллилуйя Ну что друзья Из города Киева Приветствую всех Именем Господнем Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Ну и кто в воскресенье будет в Киеве Добро пожаловать на служение наше Арендованное помещение Как всегда у нас Благочинное наше право для служения Он будет в это воскресенье Он будет Прошлое его не было Но был отец Виктор Он приехал с Черкасской области Прошлое воскресенье Утешил нас И с общением Учением Видео уже выложил я На канал Ютуба этот Поэтому можно будет уже посмотреть Вот О душе Он говорит Очень-очень даже Скажу так Важные вещи Которые Хорошо бы Ну христианам Всем Услышать именно Не просто Прослушать А именно Услышать именно Вот Слава Богу Пусть дух и душа и тело Будут сохранены В пришествии Господа нашего Иисуса Христа Аминь Благословляю вас Аллилуйя